О вреде пластика известно давно, но вот то, что его свойства долго не разлагаться можно использовать во благо, задумываются немногие. Так, в стране около 30 предприятий, которые принимают и перерабатывают около 20 тонн отходов полиэтилена в сутки. К примеру, здесь из тонны пакетов получают 900 килограмм пластиковых гранул, которые затем можно использовать для вещей, нужных в хозяйстве. Из пластиковых гранул мы изготавливаем водопроводные трубы, а также различные изделия бытового назначения. Их, в свою очередь, тоже можно будет перерабатывать. Мы открыли пункты приема пластика в регионах. К нам привозят очень много отходов. В настоящее время более 40 стран мира отказались от пластиковых пакетов. Вместо этого там используют биоупаковку и бумажные пакеты, которые разлагаются приблизительно за год или два. Перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту. Это все виды одноразовой пластиковой посуды и одноразовая пластиковая упаковка для еды. Пластиковая бутылка PET, одноразовая упаковка для яиц из пластика, пластиковые капсулы от кофе, полиэтиленовые пакеты для продуктов. За исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту. По последней информации, 60% торговых точек перешли на бумажные пакеты, на разлагаемые пакеты. Из-за опроса населения 90% населения местных одобряют этот закон. Есть недовольные, конечно, но их в меньшинстве, потому что уже показательно стало намного чище. Есть немало граждан, стремящихся отказаться от использования пластиковых пакетов, однако на практике ограничений еще не действуют в полную силу. Поэтому в мелких и крупных торговых точках из Сыкульской области продолжается разъяснительная работа. Некоторые магазины в качестве альтернативы предлагают покупателям бумажные пакеты и картонные коробки. Выдача полиэтиленовых пакетов еще не до конца прекращена. Мы просим покупателей приносить свои авоськи, а бумажные пакеты дорогие. Полиэтиленовых пакетов в день используется по 500 штук. Мы стараемся сокращать это количество, выдаем коробки. А бумажные пакеты стоят по 25-30 сомов. В настоящее время бумажные пакеты используются в крупных продуктовых магазинах Каракола. Горожане также приходят затовариваться со своими многоразовыми тканевыми сумками. У нас много клиентов, также много расходовалось и пакетов. После указа президента думали, люди не воспримут всерьез и не станут покупать дорогие бумажные. Но на деле оказалось, что народ поддержал эту инициативу. Мы живем в таком прекрасном месте. И если не мы будем беречь нашу природу, то кто будет это делать? В Бишкеке, где проживают около полутора миллиона жителей, ежедневно вывозят до 1000 тонн мусора или 365 тысяч тонн в год. Из них около четверти от общего количества всех бытовых отходов составляют пластиковые бутылки и целлофановые пакеты, которые, в свою очередь, разлагаются по 500 лет и тем самым вредят и почве, и воде, и окружающей среде. Для того, чтобы минимизировать вред, по всему городу расставлены вот такие контейнеры в виде бутылок, куда можно будет выкидывать эти самые пластиковые бутылки и потом уже отсюда их вывозят на вторичную переработку. И несмотря на то, что о вреде пластика говорят везде и много, большая часть отходов, которые приходится убирать сотрудникам муниципальных служб, особенно в местах массового скопления народа, это пластик. В этом году в начале была начата профилактика мероприятий среди всех учащихся, начиная от школ, в школах, и сегодня, начиная с начала учебного периода, мы будем активно эту работу проводить среди нашей молодёжи, школьников, детских садов. И мы уверены, в ближайшем будущем станем самым чистым городом и самым зелёным городом. В ежегодном мире производится 5 триллионов пластиковых пакетов, из-за которых погибает до 300 тысяч животных. Влияет пластик и на здоровье человека. Поскольку в полиэтиленовый пакет добавляется свинец, он влияет на возникновение многих заболеваний. В общем, не самый экологичный продукт, и в наших интересах отказаться от него как можно скорее. Елена Ткаченко, Мармалашев, Аллато 24. Итоги недели.